Торжественное богослужение в день памяти священномученика Серафима Чичигова прошло в храме святых новомучеников и исповедников церкви русской в Бутово. Архипастерское служение владыки Серафима выпало на эпоху революционных смут, внутрицерковных нестроений, жесточайших гонений на последователей Христа. Как и другие священнослужители и миряни, он пострадал за веру, был расстрелян на полигоне в Бутово. В 1997 году архипастер был прославлен в лике священномучеников. Слово Галини Ледвиной. Бывший полигон НКВД Бутова. На этом месте с 1935 до 1950 года совершались массовые расстрелы и захоронения невинно осужденных. В декабре 1937 года здесь был расстрелян 82-летний митрополит Серафим Чичигов. Ежегодно в этот день в храме новомучеников и исповедников церкви российской на Бутовском полигоне совершается литургия. По благословению святейшего патриарха возглавляет богослужение епископ Дмитровский Феофилакт. Благодарим Господа. Священномученик Серафим родился в семье военного и принадлежал каменитому дворянскому роду. Георгиевский кавалер и один из инициаторов канонизации преподобного Серафима Саровского. Он был писателем, врачом, композитором, художником, составителем знаменитой летописи Серафима Дивеевского монастыря. По послушанию своему духовному отцу, святому Иоанну Кронштадтскому, принял священнический сан, а позже ради Христа мученическую кончину. Владыка в своей проповеди говорил о жизненном подвиге митрополита Серафима, увенчавшимся мученичеством. Никогда христианская кровь, пролитая за веру, за Христа, за Отечество наше, не бывает бесследной. Она возродила нашу церковь. И благодаря этому подвигу, невероятному подвигу жертвенности, мы сегодня с вами имеем возможность собраться под сводами этого храма и других храмов Русской Православной Церкви и почтить всех тех, кто прежде времени мужественно отстоял для нас с вами веру Христову. Крестным ходом участники богослужения во главе с владыкой Феофилактом отправились на печально известный Бутовский полигон. Число убиенных на этом месте православных верующих составляет 940 человек. Здесь у Соловецкого креста была отслужена лития, а тех, кто за веру и правду в годы лихолетия мученическую кончину претерпел. Среди молившихся – жители столицы и области, родственники и близкие пострадавших от репрессий. Свекор расстрелян здесь. Он был немец. Ему было 32 года. Шмидт Альфред Карлович. Когда идет читка имен, это занимает 6-8 часов. Так много людей здесь погибло. Ни за что. Ни за что. Вот так. Я не видела свекора никогда. Но я еду сюда, в знак памяти. Приходя сюда, мы черпаем, знаете, кислород. Когда тяжело. Сюда приходишь, получаешь этот кислород, эту помощь. И живешь дальше. Работаем Господом. Господь помогает им молитвами священному ученику Серафиму. И всех новому учеников Львовских. Прийти нам в Царство Небесное. За руку ведите нас, родные. Молите Бога о нас. Как и предсказывал своим учителем перед смертью священномученик Серафим Чичигов, гонения кончились. И православная вера торжествует. Богослужение в память о убиенных за веру во Христа здесь, на Бутовском полигоне, свидетельство этой победы. Владыка Феофилакт призвал помнить о подвиге пострадавших за Христа и нашем предназначении быть продолжателями служения Богу до последнего дыхания.